Однажды на доске засияли символы, любопытство взяло вверх, и четыре подруги получили магические силы. Эту ночь Джулс, Эмбер, Кэролейн и Айви запомнят навсегда. Ведь именно этой ночью в девушках проснулись стихии. Сначала все выглядело как обычный сон, но затем на каждой проявились знаки. Так Кэролейн обрела стихию земли, Эмбер – стихию воды, Айви – огонь, а Джулс обрела контроль над воздухом. И, возможно, стихии проснулись, но вот девочки не совсем. Хочется подремать чуть дольше, да? Следующее утро началось с бурного обсуждения новых способностей. Пока не пришел загадочный незнакомец. Чудак потерял нечто важное для себя – четыре стихии, которыми он управлял. Однако новые хозяйки стихии предпочли не рассказывать о том, что произошло. И незнакомец ушел так же таинственно, как и пришел, продолжая поиск утраченных стихий. Возможно, теперь ты хозяин стихии. Однако учебу никто не отменял. Строгий преподаватель пристально следит за тем, чтобы ни одна душа не списала. И если он заметит шпаргалку, о хорошей оценке можно будет забыть. Ага, показалось, лист пуст. Но так ли это на самом деле? Айви что-то затеяла. Используя стихию огня, она заставляет проявиться невидимые чернила. Очень хитро, Айви. С такой шпаргалкой за результат можно не переживать. За беседу можно отправиться к доске. На этот раз мистер Зак выбрал Кэролайн. Не забудь цветок. Посмотрим, как ты справишься с этой задачкой. Без мела будет сложно. Однако Кэролайн знает, как исправить ситуацию. Ее верный друг поделился землей. А Кэрри, в свою очередь, обратила ее в мел. Чудеса, да и только. Даже сварливый мистер Зак поражен. Отлично сработано, Кэрри. Заслуженная пятерка. Джек без ума от Айви. И вот он решился с ней заговорить. Как неловко. Или горячо. Джек, ты что, обжегся о любовь? Дай-ка руку Джулс. Холодный ветерок охладит твой ожог. Джек, Джек, влюбчивый парнишка. Кажется, ты немного расстроил Айви. Теперь она похожа на пробудившийся вулкан. Кэролайн любит ранние прогулки. Созерцать природу. Но теперь прогулки станут волшебнее. Ведь каждый шаг усыпан цветами. Невероятные возможности. Кэролайн открывает свой бизнес. Мимо таких волшебных растений не пройдет никто. Предприимчиво. Ничего не скажешь. Кэролайн нашла, как заработать на своих новых способностях. И озеленить этот серый мир. Кто не любит рисование? Вот, правда, у Айви не особо хорошо получается. Учителю не нравится результат. Возможно, Айви, тебе надо стараться чуть лучше. Ну вот, опять вулкан пробуждается. Не зря Айви получила стихию огня. Она невероятно вспыльчива. Но, погодите секунду. Такой шедевр нужно рассмотреть получше. Да, это определенно великолепная работа. Айви, твоя эмоциональность помогла создать шедевр экспрессионизма. Это лучшая работа. Ты просто умница. Джулс, похоже, тоже нашла коммерческую выгоду в своих способностях. С ее силой надуть шарики не составляет труда. Да и времени такая работа много не занимает. А желающих купить шарики всегда пруд-пруди. Эти деньги легче воздуха, да, Джулс? Эмбер не выглядит уверенной. Внутри нее явно бушует океан эмоций. А еще она не выполнила домашнее задание. Воу, океан стремится наружу. И, кажется, намечается потоп. Да, Кэрри, а ты свое не упустишь, правда? Айви решила не сдаваться и завоевать сердце Джека. Вот только Джулс это совсем не нравится. Айви решает отправить Джеку сообщение по воздуху. Очень опрометчиво. А вот и ожидаемый перехват. После мини-стихийного бедствия от самолютика остается один лишь пепел. Мистер Зак все еще не привык к этим чудесам. Тема аэродинамика. Джулс, как никто другой, должна разбираться в этом вопросе. Ведь эта тема напрямую относится к ее стихии. Однако она, похоже, витает в облаках. Ну что, сможешь ответить? Бедняга явно не знает теории. Джулс, возможно, у тебя получится показать на практике? Вот так. Посмотрим, что ты там наколдуешь. Ветряк — отличная идея. Наглядный пример хорошо объясняет непростую тему. И даже учитель, похоже, глубже разобрался в вопросе. Эмбер решила порадовать учеников колледжа свежим лимонадом. И желающие не заставили себя ждать. Спрос огромный. За считанные секунды лимонада почти не осталась. Но разве это проблема для стихии воды? Эмбер с легкостью наполняет кувшин. А это значит, что можно продолжать торговлю. Эмбер, ты ведь не просто воды добавила. Покупатель явно недоволен. Да, на вкус как плохо разбавленные пару капель лимона. Похоже, твоему делу конец. Если только тебе не помогут подруги. Перед таким лимонадом точно никто не устоит. Просто потрясающий напиток. Все-таки в единстве стихии сила и прибыль. Отличная работа, команда. Посмотрим, как хорошо девочки знают атмосферу Земли. Эмбер, а ну-ка к доске. Ты-то уж точно должна знать цикл воды в природе. Вдохновилась примером Джулс? Отличная демонстрация, Эмбер. Учитель точно надолго запомнит такую презентацию. Миниатюрный дождь прямо во время урока. Подумать только. Уверенная пятерка. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. По крайней мере, для Эмбер уж точно нет повести печальнее. А когда стихия воды плачет, начинается дождь. Эмбер, успокойся. Это вымышленная история. Вот-вот зальешь город. Кэролайн мерещится голос. Или не мерещится? Да это же говорит ее верный друг в горшочке. Да уж, его истории куда интереснее тишины в классе. Кто бы мог подумать, что растения такие выдумщики. Вот только для Айви и остальных это выглядит как смешное чудачество. Лучше вам не злить Землю. Услышьте ее рокот. Заполучить силу стихий очень приятно. Вот только хозяин пришел вернуть их обратно. Пришло время вернуться к обычной жизни. Повелевать стихиями – непростое ремесло. И гораздо лучше, когда они находятся в правильных руках. У девочек получилось то еще приключение. Расскажи нам, какая стихия понравилась тебе больше всего. Какой стихией вы хотели бы стать? Напиши в комментариях и не забудь поставить лайк. Подпишись, чтобы увидеть новые приключения. Ведь они уже совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин